В эфире программа «Пастырь добрый». Евангелие от Матфея, 15 глава. В данной главе описывается диалог Христа с иерусалимскими книжниками и фарисеями и далее сказано «И выйдя оттуда, то есть из Иерусалима, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские». Здесь мы находим единственный случай, когда Иисус отправился в языческую страну за пределы Иудеи и Израиля. Эта небольшая страна называлась Финикия. Что побудило Иисуса совершить такой длительный путь, такое утомительное путешествие в эту языческую страну? Мы вернемся к данному вопросу, но теперь давайте обратимся к сцене, которая описана в этом евангельском повествовании. Иисус приходит в Финикию, он появляется в этой местности и далее мы читаем «И вот женщина Хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Трудно представить тот ужас, который каждый день видела эта мать. Христос – это ее единственная надежда, это ее последний шанс. И вот когда эта мать узнает, что великий учитель, великий врач, удивительный целитель всех страждущих появился, он пришел в ее селение, она бежит, она присоединяется к толпе, она не может пробраться ко Христу, и поэтому ей приходится кричать вслед Иисусу «Господи, сделай что-нибудь, спаси мою дочь». В тексте мы находим реакцию Христа, сказано «Но он не отвечал ей ни слова». Что в данной ситуации предпринимает женщина? Если до этого она только кричала, то в 25 тексте сказано «Она подошла и, кланяясь ему, говорила «Господи, помоги мне». Поклонение в ноги – это акт глубокого смирения. Это выражение особого почтения. Этими действиями женщина как бы усиливает свою просьбу, и если первый раз она просит «Помилуй меня, сжалься надо мной», то во второй раз, несмотря на отказ Христа, она просто по-человечески умоляет, сказано «Она взмолилась и просила «Господи, помоги мне». Сердце Христа бесконечно доброе, бесконечно любящее, бесконечно сострадательное. Разве не могла затронуть Иисуса такая скорбь и такая горячая мольба? Позволит ли Иисус ни с чем возвратиться этой матери домой, чтобы всю жизнь снова глядеть на муки своей дочери? Создается напряженная ситуация, все ожидают, что ответит Иисус. И здесь происходит самое непонятное, самое необъяснимое. Он же сказал в ответ «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Иоанн Златоуст, комментируя данный ответ Иисуса, однажды сказал «Насколько искренней, неотложной, настоятельной и горячей была мольба женщины-хананьянки, настолько же оскорбительным, резким, категоричным и холодным был отказ Иисуса». «Немыслимо, однако, Бог просит Авраама принести сына в жертву. Бог насылает на Иова страшную болезнь. Бог однажды отказал в освобождении Иоанну Крестителю. И вот здесь Бог отказывает женщине-хананьянке на ее сердечную мольбу о помощи. Что мы испытываем в таких обстоятельствах? Как мы реагируем, когда в критической ситуации Бог молчит и отказывает в помощи и поддержке? Подобное действие Бога – это величайший соблазн. Это камень преткновения. И все же давайте попробуем понять, что скрывалось за подобным поведением Иисуса Христа. Почему Иисус так резко отказал женщине? В книге «Христос. Надежда мира» мы читаем. «Христос принял эту представительницу презираемого народа так, как принял бы ее иудей. Таким образом, в его ответах содержался скрытый упрек». Мы находим, он должен был научить учеников не относиться к язычникам так, как относились к язычникам многие иудеи. Однако была еще одна основная причина посещения Финикии. В той же книге «Христос. Надежда мира» сказано, «Христос знал обстоятельства, в которых оказалась эта женщина. Зная, что она жаждет увидеть его, он сам пошел ей навстречу. Он хотел облегчить ее страдания. Ради этого он и пришел к границам Тира и Сидона». «Если Христос пришел в Финикию именно ради этой женщины, если Он желал ей помочь, тогда почему Он ей не помог? Почему Он ей отказывал?» В одном из комментариев на данный отрывок говорится, «Иисусу необходимо было лишь разбудить в сердце женщины настоящую веру». Мы видим, что Иисус создал и смоделировал эту ситуацию для того, чтобы разбудить в сердце этой женщины настоящую веру. Это было испытание веры женщины. Можно ли разбудить подобными действиями веру? Когда Бог отказывает в каком-то прошении, не вергает ли это, наоборот, в уныние и отчаяние? Не прямой ли это путь к сомнению и разочарованию? Давайте вспомним кризисные ситуации в нашей жизни. Что происходит с нашей верой, когда небо застилают тучи, когда мы в кризисной ситуации, когда мы не видим выхода, когда нам кажется, что ситуация безвыходная и неразрешимая? Пробуждается ли в такие моменты наша вера? Нередко в момент кризиса вера, к сожалению, наоборот, колеблется, гаснет, меркнет. Однажды один несчастный отец подошел к Иисусу с подобной просьбой об исцелении сына. Иисус сказал ему в ответ, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». Удивительная благая весть заключается в том, что верующему все возможно. Иисус Христос говорит, «Если сколько-нибудь можешь веровать». Однако, как отреагировал этот отец? И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Если посмотреть в глубины нашей души, мы также не находим там веру. По словам Христа, история мира – это история неверия. Что еще мы говорим Богу в кризисные моменты? «Господи, покажи мне выход из свет в конце туннеля, и я с верой буду ожидать». Мы желаем понимать ситуацию. Мы желаем знать, как выйти из нашей кризисной ситуации. Однако, если перефразировать известную евангельскую фразу, мы тем самым говорим, «Верую, Господи, но помоги, чтобы я мог знать». Когда Господь говорит нам, «Остав костыли, возьми постель твою и ходи», мы говорим, «Господи, верни мне костыли, чтобы мне было на что опереться». Здесь следует сказать о природе испытаний. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 4 стихе сказано, «И когда пастырь добрый выводит своих овец, идет перед ними». Овцы – это удивительные животные. Их не надо подгонять, они следуют за пастухом. Исходя из данного текста, возникает вопрос, «А куда ведет своих овец небесный пастырь?» Как бы нас не смущали действия Бога, как сказал однажды Мартин Лютер, «Господь Бог, небесный добрый пастырь, порой ведет нас не к свету знаний, а ведет нас во мрак веры». Вместо того, чтобы вести нас к достоверности, к пониманию, к ясности и отчетливости, Господь ведет нас в неизвестность, в неопределенность и даже в абсурдность. Почему Господь порой будет веру именно таким образом? Почему порой Господь ведет нас кризисным путем? Когда у человека есть силы и возможности, когда у нас все под контролем, когда все понятно, в подобных обстоятельствах вера не проявляет себя. Однако вера начинается там, где заканчиваются все возможности. Вера начинается там, где заканчивается понимание. Вера начинается там, где разум перестает служить человеку. И Бог порой говорит, «Иди туда, где страшно, иди в неизвестность, именно там ты и обретешь веру и силу». Когда Бог порой отказывает, когда Бог порой говорит «нет», Бог этим самым порой желает воспитывать и упражнять нашу веру. В Евангелиях очень часто Иисус Христос повторяет фразу «Вера твоя спасла тебя». Об этом же говорится и в послании к евреям. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Вера – это единственное спасительное средство. Воздает только вера. Апостол Петр пишет, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Вера должна быть такой. Вера должна быть испытанной. В чем заключалось величие женщины-серафиникиянки? Ответ Иисуса Христа был категоричным. Иисус неоднократно и однозначно говорит «нет». Обращаться ко Мне больше нет смысла. Перед чем предстала женщина-иноплеменница? О чем могли говорить этой женщине ее здравый смысл и эмоции? Здравый смысл, скорее всего, говорил ей. Она стоит перед непреодолимым препятствием. Она стоит перед невозможным, перед закрытой дверью. Она стоит перед каменной стеной, и эта стена непреодолима. В подобной ситуации здравый смысл говорил «остается принять все как есть и просто покориться обстоятельствам». Однако как ведет себя эта мать? Она сказала «так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Отказ Христа мог охладить душу кого угодно, однако эта женщина говорит «я не могу удовлетвориться отказом», «я не могу примириться с таким ответом». Она буквально ухватилась за Христа и подобно однажды Иакову она желает сказать «я не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Как назвать поведение человека, который на категоричный отказ, на невозможное, настойчиво требует своего? Это можно назвать ничем иным, как дерзновением. Давайте посмотрим, как это дерзновение называет Иисус Христос. Тогда Иисус сказал ей в ответ «О, женщина, велика вера твоя». Мы находим, что дерзновение, которое проявила эта мать, Христос называет это дерзновение верой. В книге «Христос. Надежда мира» говорится, Иисус был удовлетворен ее испытанием веры. Христос не мог не восхититься подобным подвигом несгибаемой веры матери Хананьянки. Он обращается к ученикам и говорит «Посмотрите, какая вера в этой темной языческой стране, какая вера среди мертвых идолов Тира и Сидона». Страдалец Иов в самый критический момент произносит символ веры и говорит «А я знаю, Искупитель мой жив». Иов знает Бога, а поэтому он доверяет Богу, несмотря ни на какие обстоятельства. Апостол Павел в критический момент говорит «Я не стану советоваться с плотью и кровью». Почему? Потому что апостол Павел знал Бога. Верить Богу, доверять Богу – это значит знать Бога, для Которого нет ничего невозможного. Это знать Бога, Который словом создал Вселенную. Это знать Бога, Который пядью измеряет небеса. Это знать Бога, Который есть пастырь добрый и Который есть любовь. По этому поводу Лев Толстой однажды сказал «Если я верю в Бога, то мне нечего спрашивать о том, что выйдет из моего послушания Богу и веры в Него, потому что я знаю, что Бог есть любовь, а из любви ничего, кроме добра, выйти не может». В божественном плане в воле Бога нет ни одной ошибки. В божественном плане нет никакого недостатка. Бог может везти через море или пустыню, однако Бог ведет самым лучшим путем. «Истинная вера основывается исключительно на слове Бога, на Его обетованиях и на знании Бога, Который есть любовь». Когда мы сталкиваемся в жизни с критическими обстоятельствами, в подобные моменты мы должны сказать Богу, «А я знаю, в кого я уверовал. Господь Бог всемогущий, любящий, у Него все под контролем, Он есть любовь, Он есть пастырь добрый, Он покоит меня на злачных пажетях, Он направляет стези, и если я пойду и долиной смерти, не убоюсь зла, ибо Ты со мною». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова